Уважаемые коллеги, я продолжаю темы применения ультразвука в диагностике заболеваний печени. И сейчас мы поговорим о возможностях их контрастирования в онкологической практике. Ультразвук это метод номер один, как правило, то есть метод первой линии, с чего начинает клиницист, если к нему приходит пациент, как правило, с жалобами на заболевание желудочно-кишечного тракта. Ну и в нашем случае с ультразвука также начинается диагностический алгоритм у пациентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе. Это быстро, это легко, это не несет лучевой нагрузки, но если мы говорим о нативном ультразвуковом режиме, то с помощью ультразвука мы можем выявить образование, но определиться с природой данного образования очень сложно, потому что у нас мало диагностических критериев, у нас есть стихогенность, гипо-гипер, контур, структура. Как правило, этого недостаточно, чтобы определиться с природой заболеваний. Вот, например, в данном случае схожую ультразвуковую картину может иметь и гемангиома, и метастаз колоректального рака. Ультразвук позволяет определять дополнительные критерии. Это воскорилизация, мы все время с вами использовали доплеровские методики, но они имеют низкую чувствительность в отношении обнаружения мелких сосудов с низкой скоростью кровотока. И глубоко расположенное образование тоже будет сложно оценить с помощью доплеровских методик. Эластография, будь то компрессионная, будь то эластография с двиговой волны, если они прекрасно работают в оценке диффузных изменений печени, то, опять же, для определения природы очагового заболевания, для проведения дифференциальной диагностики, они незначимо повышают эффективность ультразвукового исследования, и, конечно же, ориентироваться на данные эластографии, в определении добро или зло, на сегодняшний момент, не представляется возможным. Итак, чувствительность лучевых методов диагностики и выявления очаговых образований печени, конечно же, УЗИ без контрастного усиления, или мы можем назвать его нативное УЗИ, по аналогии с МРТ и КТ, достаточно низкое. Это 53,77%, и его чувствительность, эффективность ниже, чем методов, которые используют контрастное усиление. Но все, что я говорила, это относилось до эры появления контрастного усиления в ультразвуковой диагностике, так называемая Contrast Enhancement Ultrasound, если мы берем англоязычную аббревиатуру. Для достижения контрастного усиления используется контрастный диагностический препарат Сенавью, он единственный зарегистрированный в нашей стране, это его рабочее вещество, это инертный газ гексавторида серы. И вот при смешивании порошка с физраствором после энергичного встряхивания образуются микропузырьки гексавторида серы. В англоязычной литературе очень часто называют эти препараты, контрастные препараты микропузырьковые контрастные вещества. Так вот, диаметр этих микропузырьков сопоставим с диаметром эритроцитов. Соответственно, они позволят визуализировать мельчайшие кровеносные сосуды, будь то прекапилляры или капилляры. Еще одно важное отличие от классических контрастных веществ, которые используются в КТ и МРТ, йод, содержащие контрастные вещества параномагнетики, молекула которых очень маленькая и способна проникать в интерстенциальное пространство. Так вот, микропузырьки, они являются строго внутрисосудистыми, и у них нету способности проникать через стенку сосуда. Это происходит только в том случае, когда она повреждена, ну, когда есть кровотечение. Поэтому здесь вот одно из отличий контрастирования. Его можно также расценивать как недостаток, а может быть, как и преимущество. Потому что микропузырьки, которые выполняют просвет сосуда, позволяют нам визуализировать внутренний слепок сосудистого роста, то есть сосудистый рисунок патологического очага. Итак, в одном миллилитре готовой суспензии содержится 8 микролитров серы гексофторида. Около 80% введенной дозы выводится в течение двух минут, и выведение происходит с выдыхаемым воздухом через легкие, то есть 100% введенной дозы выводится в течение 15 минут. Соответственно, нагрузка будет на сердечно-легочную систему, в отличие от контрастных веществ, которые используются при КТ и МРТ. И, соответственно, микропузырьки не являются гепатотоксичными и нефротоксичными. Как же реализуются эффекты эхоконтрастирования? Интенсивность отражаемого сигнала зависит от концентрации микропузырьков и частоты ультразвуковых лучей. Мембраны микропузырьков служат границей раздела фаз и обладают высоким уровнем сопротивления давлению. Это приводит к сильному обратному рассеиванию ультразвукового сигнала, которое выражается высокой эхогенности пузырьков. При применении контраста удается достичь усиления ультразвукового сигнала в тысячу раз. Еще хотела бы обратить ваше внимание на такой параметр, как акустическая мощность. Диагностический ультразвук, когда мы проводим диагностическое сканирование, чтобы получать нашу привычную красивую картинку, нам нужны достаточно высокие показатели акустической мощности. Так вот, акустическая мощность способна разрушать микропузырьки. Соответственно, для того, чтобы нам их хорошо визуализировать, нужны определенные пресеты на ультразвуковых аппаратах, которые понижают показатели механического индекса. На данном примере мы видим диагностические показатели механического индекса 1 и 3, и мы видим хорошо с вами полости сердца. При снижении механического индекса визуализация стенок сердца снижается. Но при этом, когда мы вводим контрастное вещество, мы видим, что при диагностических показателях механического индекса происходит разрушение микропузырьков, вот такие завихрения. А вот при снижении механического индекса поток микропузырьков становится более плотный, и они не разрушаются. К чему я это говорю? Что должно быть определенное программное обеспечение, определенные пресеты на ультразвуке. Мы не можем вести эхоконтраст и на обычном ультразвуковом аппарате увидеть, как контрастируется патологический очаг. На сегодняшний момент контрастное усиление в ультразвуке широко применяется в Европе и в Америке. Первый раз данная методика была описана в 1960 году, и в 2001 году использование микропузырьковых контрастных веществ было разрешено для применения диагностики сердечно-сосудистой системы. Это 1900... Нет, 2001 это сердечно-сосудистая система, а 2006 это для оценки очаговых образований печени. Ну и большой опыт наших европейских коллег вот отражается в рекомендациях. Первая, так скажем, базовая информация это рекомендации Европейского общества ультразвуковых диагностов Евсумб, они вышли в 2012 году. И самую свежую информацию я нашла, сейчас датируется 2019 годом, это рекомендации Итальянской ассоциации ультразвуковых диагностов для использования контрастных веществ в ультразвуке для оценки очаговых образований печени. У нас вышел перевод рекомендаций, их можно ознакомиться с ними в журнале «Ультразвуковая функциональная диагностика» в 2017 году. И у нас также вышло методическое пособие по использованию контрастного усиления в оценке очаговых образований печени совместно с профессором Митином и коллегами из Института Герцена Москва. Безопасность. Микропузырьковые контрасты безопасны с очень редкими побочными эффектами. Частота аллергических реакций ниже, чем при КТ и сопоставима с МРТ. Анафилактические реакции практически не зарегистрированы и не было также зафиксировано смертельных случаев после введения контрастного вещества. Как я уже сказала, микропузырьки не являются нефротоксичными или гипототоксичными, следовательно, нет необходимости выполнять функциональные тесты почек перед исследованием. Из этого исходит противопоказание. Как правило, это все, что связано с серьезной патологией сердечно-сосудистой системы и легких. Это гиперчувствительность к активному компоненту, хотя это очень сложно определить. Сброс крови из малого-большой кровообращения, тяжелая форма легочной гипертензии, неконтролируемая артериальная гипертензия, респираторный дистресс с синдром взрослых. И возраст до 18 лет. Пока нет разрешения, потому что это безопасный контраст, и он должен использоваться в педиатрии, как это происходит в Европе и в Америке. Соответственно, чтобы избежать таких осложнений, нивелировать какие-то побочные эффекты, рекомендация Итальянской Европейской Ассоциации рекомендует обязательно подписывать письменное согласие, работать в учреждении, в котором есть реанимация, но, наверное, это подходит для всех контрастных исследований, и быть осторожными с пациентами с тяжелыми коронарными заболеваниями в анамнезе. Как реализуется эффект контрастирования? Все мы знаем о двойном кровоснабжении печени, соответственно, выделяют фазы контрастирования артериальная, портальная, поздняя. Здесь временные показатели, начало этих фаз, артериальная 10 секунд от начала ведения контраста и заканчивается 25-35 минут. Соответственно, портальная будет начинаться с 30 и до 120 секунд. Все достаточно быстро происходит на наших глазах в режиме реального времени. Поздняя фаза – это уже более 120 секунд. Доброкачественное образование. То есть принцип контрастирования будет такой же, как при КТ и МРТ. Тут, естественно, ничего нового не будет. Будет отличие только в визуализации, как мы будем получать диагностическую информацию. Доброкачественное образование будет характеризоваться разным контрастированием в артериальную фазу и удерживание контраста в портальную и позднюю фазу. То есть вот этого симптома вымывания при доброкачественных образовании наблюдаться не будет. Клинический пример – гипоэхогенное образование. Опять же, по Б-режиму мы не можем с вами, так скажем, высказаться о природе его происхождения. Доплер. Мы видим небольшие локусы кровотока в структуре. Вводим контраст. И вот так вот в режиме реального времени, обратите внимание, в нижнем правом углу таймер, мы видим, насколько это образование гиперваскулярно, быстро накапливает контрастное вещество. И вот если мы на повторе посмотрим, то видим вот этот паучок, да, вот это вот центропитальное контрастирование. Также мы можем посмотреть по фазам, артериальная фаза, и дальше мы видим, что образование гиперконтрастно в портальную и законтрастно в позднюю фазу. И дальше мы можем проследить до второй минуты, до третьей минуты, что данное образование не вымывает контрастное вещество, то есть, скорее всего, имеет доброкачественную природу. Злокачественное образование, наоборот, будут в разной степени накапливать контрастное вещество. В артериальную фазу будут гиперваскулярные метастазы, но самая главная характеристика – это вымывание контраста в позднюю фазу. Видим с вами гипоэхогенное, мелкое достаточно образование, тут меньше сантиметра, активное накопление, гиперконтрастно по отношению к окружающей паренхемы печени, и мы вот прямо на глазах видим, как происходит вымывание контрастного вещества. Оно вначале становится и законтрастным паренхемы печени, и дальше становится уже гипоконтрастным, что позволяет предположить, что это метастатическое поражение. Еще одно очаговое поражение. Обратите внимание, маленькие размеры изменений активно контрастируются из-за ихогенно-паренхемы печени, из-за контрастно-паренхемы печени, и опять же у нас на глазах мы видим, как данное образование вымывает контрастное вещество. И по данным научной литературы, вот, так скажем, одно из фундаментальных исследований на большой выборке пациентов, это 1350 пациентов, эффективность использования контрастного усиления при ультразвуке, дифференциальной диагностике очагового образования печени, чувствительность 96, специфичность 83 и точность 90. Ну, во всяком случае, я не буду сейчас сравниваться с тяжелой техникой, я не буду сравниваться с КТ и МРТ, но это значимо превышает нативный ультразвуковой режим. Показания контрастной эхографии, это пациентам, которым невозможно выполнить КТ и МРТ с контрастированием, аллергия на контрастное вещество, опять же, за счет того, что нету эффекта на печень, на почки, эхоконтрасты легко можно вводить пациентам, у нас был пациент, который был на гемодиализе. Да, мы проводили ему УЗИ с эхоконтрастом. Впервые выявлены в Б-режиме очаговое образование печени, ну, в нашей практике, действительно, когда при ультразвуковом поиске, сканировании печени находится очаг, мы тут же вводим контраст и понимаем, можем мы ответить на вопрос или дальше направить этого пациента уже на КТ и на МРТ. Динамическое наблюдение пациентов с онкологическими заболеваниями в анамнезе тоже за счет того, что нет лучевой нагрузки. Ну, и оценка эффективности лечения, конечно, это в исключительных случаях, потому что для печени это в основном тяжелая техника, это КТ и МРТ. Требования к ультразвуковому исследованию с контрастным усилением. Исследование должен проводить врач с высшей категорией, эксперт. Да, ну, наверное, это одно из таких действительно серьезных требований, потому что требует широких знаний и клиники, и ультразвука, ну, и достаточно новая сейчас информация о контрастировании, о контрастном усилении. Требуется обученный среднемедицинский персонал, потому что одному врачу провести контрастное исследование не представляется возможным. Должен быть ассистент, который будет вводить контрастный препарат. Оснащение процедурного кабинета и, ну, обязательно ультразвуковой сканер с режимом эхоконтрастирования. На обычном диагностическом сканере мы не сможем с вами этого сделать из-за высокого механического индекса. Ограничения. До сих пор метод не является широко доступным. Да, сейчас мы все с вами знаем, что произошел перерыв в нашей работе, и я надеюсь, что летом, когда появится контраст в доступе, мы сможем приобрести его и начать работать. Второе ограничение, и оно, на мой взгляд, самое важное, это отсутствие глобальной визуализации печени. Мы не можем посмотреть на печень глобально, мы не можем оценить пространственное отношение очагов, мы не можем оценить множественные очаги, мы не можем увидеть увидеть сегментарное строение, посмотреть аномалии сосудистые, как наши коллеги, компьютерной томографии. Но метод позволяет решить вопрос добро-зло. Вот метод дифференциальной диагностики выявленного очага. Предоперационная подготовка это уже прерогатива тяжелой техники. Нет стандартизированного подхода к интерпретации данных. Ну, я думаю, что это дело времени, но тем не менее, разное оборудование, вот Алексей Васильевич уже затронул эту тему, что разные критерии оценки, это, конечно, затрудняет интерпретацию данных. Программное обеспечение для теканализа, ну, для оценки очаговых образований печени это не так критично, потому что теканализ используется в основном в оценке лечения. Нет общего представления о методике исследования. Это доза микропузырькового контрастного вещества, размер и постановка рой для теканализа, то есть region of interest. Действительно, разные рекомендации, очень разнятся данные. Ну, и тоже я выделила это в отдельный пункт. Это недостаток и отсутствие обучающих курсов и опыта. Но это все нарабатывается, и я думаю, что у нас, как только появятся контрасты, мы решим эту проблему. Ну, и преимущество отсутствия лучевой нагрузки, легко выполнимый метод, не требует больших временных затрат. Если пациент уже пришел с катетером, то это плюс 10 минут к исследованию. Хорошо переносится. Ну, вот хорошее отношение цена и качество. Я поставила три знака вопроса, потому что мы еще пока не знаем ценовую политику, когда появится контраст. Но все мы с вами понимаем, что цена исследования должна быть, конечно же, меньше, чем тяжелая техника. Это должно быть ниже, чем КТ и МРТ исследования. В нашем институте мы проводим достаточно большое количество исследований. И сферы применения – это очаговое образование печени, молочная железа, щитовидная железа, периферические лимфатические узные почки, органы малого таза и эндоузи. Ну, мое время закончилось, и если останется время, я клинические наблюдения тогда продемонстрирую в конце конференции. Спасибо.